Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Я напомню, был такой момент, когда Зеленский давал интервью, и люди обратили внимание на весьма странную его мимику. Мимика действительно была довольно интересная. Почему? Потому что она больше характерна для людей с различного рода зависимостями. Я не специалист, ни в коем случае по видео я не могу определить, есть там какая-то зависимость или нет. Но тем не менее, вот я сейчас вам продемонстрирую небольшое видео. Это вот сегодня произошла встреча Зеленского с прессой, и люди в соцсетях задаются вопросом. Он что, наркозависимый? Друзья, алкоголь-то, баккурение вредит здоровью, наркотики, зло, занимайтесь спортом. По, видимо, каким-то жестам у людей возникает подозрение, что здесь что-то явно не так. Давайте посмотрим видео, и вы в комментариях напишите ваши мысли, что думаете на сей счет. Смотрите, пожалуйста. Пожалуйста, как вы можете оценить сейчас ситуацию по Украине, как ситуация на фронте, как вы видите будущее сейчас на основании информации, которые вы получаете от своих военнослужащих, от разведки. И могу еще два вопроса быстренько? Лучше по одному. По одному. Так, потом еще один вопрос, и я уже отдам микрофон. Ну, и еще попросил бы, как вы оцениваете действия Польши на основании того, что мы принимаем люди, которые приезжают? Ну вот, друзья, вы видите, действительно, с моей точки зрения, эта мимика очень странная. Человек обычно сидит спокойно. Вот, посмотрите на меня, к примеру, я просто сужу по картинке, которую я сейчас вижу на камере. Вот я сижу, разговариваю с вами. Ну, если я буду делать телодвижения по типу вот такого рода, да, то возникает вопрос, что, ну, либо это эмоциональная дестабилизация, либо еще что-то. Но, как правило, я таких людей видел, которые, так скажем, злоупотребляют или употребляют определенного рода препараты, значит, запрещенные. И начинают вот как-то вот так вот себя вести, они начинают зачем-то постоянно трогать себя, уши, тереть нос, какие-то вот эти вот у них такие ужинки очень странные. Это все неконтролируемо уже происходит. И, конечно, и пресса, и люди обратили на это внимание. Вот, что пишут по этому поводу СМИ. Зеленский показал странную мимику на встрече с иностранной прессой. Люди даже некоторые заподозрили, ну, так скажем, что до конца ли он отдает отчет, так скажем, себе в своих действиях. Офис президента Украины Владимира Зеленского показал видео его очередной встречи с представителями иностранных СМИ. Зеленский демонстрировал странную мимику, пока один из корреспондентов задавал ему вопрос. На кадрах видно, как Зеленский, возможно, нервничает, возможно, нет, не может усидеть на месте, постоянно подергивается, и то и дело касается лица. Такого рода вот мимика, она все-таки, еще раз повторюсь, характерна, как мне кажется, мое субъективное оценочное мнение. Просто как человек, а не специалист какого-то, конечно, больше для людей, страдающих определенного рода зависимостями. Похожим образом, президент Украины вел себя и на одном из прошлых брифингов для зарубежной прессы. Если помните, тогда вообще конкретно заговорили о, так скажем, не то что вменяемости, а способности. И американцам даже, американцы были вынуждены как-то прокомментировать и заявили, что, да, тут какие-то проблемы есть, но управлять там армией и так далее он способен. Ну, не знаю, найдете ли вы здесь и увидите ли вы что-то, но, тем не менее, это довольно подозрительно. Опасно это почему? Потому что, условно говоря, человек, не совсем отдающий себе отчет и находящийся на грани таком пограничном состоянии, конечно, представляет определенную роду опасность. Интересно ваше мнение, друзья, пишите, пожалуйста, комментарии, думайте на сей счет. Напомню, что YouTube отключил монетизацию на территории России всем каналам, поэтому канал, проект Будда Гришна сейчас существует исключительно благодаря вашей поддержке, которую вы оказываете. Я вам всем очень благодарен за это, признателен. Ну и напомню, что для тех, кто хочет продолжать смотреть канал Будда Гришна, вы можете оказать поддержку канала, поддержать, значит, в закрепленном комментарии и в описании к видео есть ссылочка для этого. Успехов вам, друзья! Всем пока! До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok